Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». Здравствуйте в студии Владимир Сметанин. Кировским предприятиям рекомендовали переориентироваться на Среднюю Азию. Прогноз социально-экономического развития региона на 2023 год обсудили в правительстве области. Из-за введенных санкций в нашем регионе действуют серьезные ограничения на внешнюю торговлю, логистику и транспорт. Несмотря на это, экономика региона оказалась устойчива, в том числе за счет диверсификации, подчеркнул губернатор Александр Соколов. При составлении прогноза специалисты делали ставку на переориентацию экспортных потоков на Азию и Восток. Туда Кировская область может экспортировать лес, минеральные удобрения, металлы, пищевую продукцию. Губернатор поручил запланировать и провести совместно с ВУЗами курс лекций для кировских промышленников о переориентации курса. Сельское хозяйство между тем назвали одной из стабильно развивающихся отраслей региона. Кировская область в числе российских лидеров по надоям молока на одну корову. Ожидается, что в прогнозном периоде производство продукции сельского хозяйства увеличится почти на 4,5%. Отмечается реальный рост и в строительстве. За 9 месяцев этого года введено 400 тысяч квадратных метров жилья. Это на 11% больше, чем в прошлом году. Рост произошел за счет индивидуального жилищного строительства. По итогам 2022 года планируется ввести более 500 тысяч квадратных метров жилья. В эфире экономика. И кировчане смогут задать вопросы по имущественным налогам. С 1 ноября в Кировской области заработает горячая линия по вопросам уплаты имущественных налогов за 2021 год. Ответы на интересующие вопросы можно будет получить с 13 до 16 часов по телефонам налоговой инспекции. Их список есть на сайте правительства области. Работать горячая линия будет до 30 декабря. На этом все. У микрофона был Владимир Сметанин. Программа «Экономика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова